Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, что за деньги не купишь и взаймы не возьмешь, о том, что самое важное в жизни каждого человека. В эфире программа «Время здоровья» в студии Ольга Алексеева. Сегодня вы узнаете. История возникновения филиала МНТК «Микрохирургия глаза» в Чебоксарах. Благотворительные приемы клиники и как на них попасть. Диагностическая ромашка и много другое прямо сейчас в программе «Время здоровья». Итак, знакомьтесь, гость нашей программы. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Чувашской Республики и Республики Морел Паштаев Николай Петрович. Николай Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Паштаев Николай Петрович, директор Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». Основная трудовая деятельность связана со специальностью офтальмохирурга. Является автором монографии и 314 научных статей, 19 рационализаторских предложений, обладатель 26 авторских свидетельств и 48 патентов. Неоднократно представлял интересы страны за рубежом на съездах, симпозиумах и семинарах. Награжден медалью ордена за заслуги перед Чувашской Республикой. Николай Петрович, расскажите для начала об истории возникновения МНТК «Микрохирургия глаза» в Чебоксарах. Ну, эта история, она много раз озвучивалась в Чувашии, об этом многие знают, но я в принципе можно и напомнить чуть-чуть. История, она имеет начало 60-е годы, еще того века, когда Святослав Николаевич сделал первую операцию имплантации хрусталика в Советском Союзе, Петровой Лени. Она, операция прошла довольно успешно, хотя до этого были еще и трехгодичные эксперименты, но вот в 61-й год он стал таким решающим. И с этого момента Святослав Николаевич получил довольно широкую известность. Он потом уехал в Архангельск, потом переехал в Москву, стал генеральным директором и уже, будучи генеральным директором научно-исследовательского института, создал еще и МНТК «Микрохирургия глаза», в состав которого вошли 12 филиалов. И вот первый филиал был построен именно в Чебоксарах. В память, в благодарность, скорее всего, тому, что именно первая операция была здесь, и при том это были, видно, такие самые яркие годы в его жизни, и такие впечатления остались. И даже когда уже была клиника построена, начала работать, он сюда довольно часто приезжал. И до конца своих дней он был, в общем-то, частым. Не гостем, а гостем не назовешь его, потому что он был директором всех филиалов, и директором МНТК, естественно, он был моим шефом. Так что он не гость, он приезжал уже с чувству как директора, и мой начальник. Ну, я думаю, что он не только был вашим начальником, он был вашим еще учителем, вы были его учеником. Я знаю, что ежегодно в честь его дня рождения вы проводите благотворительный прием. Расскажите о сути приемов и вот как попасть на него. Да, насчет ученика, конечно, я уже попал к нему на пятом курсе в студенческий кружок. Он просто сам меня вырвал из этого кружка. Затем ординатура, потом ассистент кафедры, где потом уже старший научный сотрудник, замдиректор, и уже потом я переехал сюда. По необходимости он командировал меня сюда, потом здесь. Ну, естественно, то, что касается второго вопроса, мы действительно ежегодно проводим, в общем-то, бесплатные приемы в честь дня рождения. Это память, память о настоящем человеке, о настоящем россиянине, которое отдало очень много России, и заслуги его, в общем-то, довольно большие. Мы действительно проводим это мероприятие. Ну, вот, желающих, конечно, в этот день на бесплатный прием довольно большой, поэтому мы стараемся, чтобы не было какого-то ажиотажа. Мы заранее раздаем через региональное отделение общества офтальмологов, раздаем специальное направление пропуска, по которым, в общем-то, люди по специальному графику приходят и обследуются. Иначе просто будет наплыв. То есть это обследование? Это обследование полное, диагностика, которая дает возможность, но мы проводим ее полной, со всеми приборами, с таким расчетом, чтобы уже поставить четкий диагноз, определить уже тактику лечения, и на будущее уже определиться с больным, как с ним быть. Потому что просто так люди не приходят, значит, у них какие-то болячки и какие-то вопросы есть. И стараемся ответить на все вопросы, даем уже направление, по которому надо идти. Скажите, какой сложности операции проводится в клинике? Ну, мы проводим практически все операции, которые существуют в мире. У нас нет ограничений в том, где-то какие операции, начиная от самых легких и кончая от самых сложных операций, которые имеют место. И говорить о какой-то сложности, наверное, конкретно… Есть что-то невозможное? Да, то есть я бы не сказал что-то невозможное. Единственное, операции, когда мы опухоли стараемся отправлять в Москву, потому что там есть центральное отделение в центре, которое занимается, собирается, именно специализируется на этом направлении. Да, там специальные люди готовятся. Это единственное. Остальное, все виды операции, которые имеют место, остальные мы делаем у себя. Скажите, а правда, что филиал в Чебоксарах является лидером среди 12 филиалов МНТК «Микрохирургии глаза» по России? И вот если да, то в чем его преимущество? Говорить что-то самое лучшее, наверное, не очень-то хорошо. Это должны, наверное, дать оценку сами сотрудники других филиалов или больные, головная организация. У нас как-то не существует такое, что является лидером. Но вот то, что приезжает к нам учиться, это есть, имеет место. Вот сейчас, сегодня только приехали два доктора из Калурского филиала. Только уехали от нас два доктора из Новосибирского филиала. До этого были из Хабаровска ребята, доктора. Но мы сами тоже ездим, делимся, то есть стараемся изучить где-то что-то новенькое. Поэтому у нас, вот как такового, что являясь лидером, я бы не осмелился говорить, но то, что мы имеем довольно высокую планку, это точно. Признание, оценку. Да, да. У нас ведь еще кроме того, что мы занимаемся чисто операциями, мы не обычная клиника как таковая. Здесь же база, мы являемся базой кафедры офтальмологии еще университета Чувашского. Мы являемся базой еще института усовершенствования врачей по офтальмологии, естественно. То есть у нас уже две клинические базы двух институтов. И здесь имеет место еще и учебный процесс. Мы занимаемся наукой, это научно-клиническое подразделение, научно-клиническое и учебно. Учебно-научно-клиническое подразделение, если уж так громко говоря, это фактически научно-исследовательский институт. То есть там идет движение вперед. Да, да. Мы находимся все время в поиске. Ищем что-то новое. И передаете свой опыт уже приезжим врачам. Да, конечно. Это одно из условий для развития. Мы обязательно должны делиться тем, что имеем. И, естественно, нам с такой же благодарностью отвечают наши коллеги из других клиник. В общем-то, и не только, наверное, из России, но и из-за рубежа тоже. Мы и туда выезжаем, и даже выезжаем с показательными операциями. И лекции тоже читаем там. И к нам тоже приезжают. То есть это фактически точка, где имеет место взаимный обмен опытом. При первом посещении МНТК все пациенты проходят первичную диагностику. Комплексное обследование проводится на автоматизированной конвейерной диагностической линии «Ромашки». За 20 минут врачи проводят полное обследование глаз. Измеряется рефракция и длина глаза, внутриглазное давление, толщина роговицы, исследуется острота зрения. За один круг сразу 5 специалистов. Только после этого врачи определяют тактику лечения хирургического или консервативного тех заболеваний, которые были выявлены. В любой другой больнице на такое же обследование ушло бы гораздо больше времени. Специалисты МНТК микрохирургии глаза могут поставить точный диагноз прямо в день обращения. В единой компьютерной сети хранится вся информация результатов обследования каждого пациента. В настоящее время офтальмохирурги клиники выполняют все операции, существующие в мировой практике. И ряд уникальных, которые были разработаны в МНТК микрохирургии глаза. Но не все заболевания оперируются. Патологии зрительного нерва, сетчатки глаза, амбиопию можно лечить с помощью физиолечения, магнита и электростимуляции. Главное, что все пациенты после процедур уходят с улучшением зрения. Ну и кроме того, у нас есть ряд разработок, которые тоже имеют место. Мы как лидеры в этом плане. Мы можем менять, допустим, радужную оболочку одновременно с заменой хрусталика. У нас есть очень много разработок по замене роговой оболочки. Очень мощные такие разработки, наработки и изучены докторские диссертации, кандидатские диссертации. Поэтому в этом плане есть направления, в которых мы действительно являемся лидерами. Ну а в целом есть направления, где мы действительно учимся у других еще ребят. Поэтому каждый, наверное, имеет что-то свое, и он делится с другими. Вот в этом-то сила и МНТК. Скажите, а специалисты какого уровня работают в клинике, раз у нас так развита эта технология? Уровень довольно высокий во всех отношениях. Если говорить о специальности как таковой, то хирургия очень высокая. Высокий уровень хирургии у ребят, потому что мы делаем достаточно много операций. Ну, представляете, 18-20 тысяч операций в год. Это огромный. И через каждого хирурга проходит довольно большое количество, от тысячи до полторы тысяч операций. Мы знаем, что в нашей республике это еще и приезжие. Да. То есть, конечно, конечно. В принципе, филиал был предназначен для работы в Волговятском регионе. Он должен обеспечивать новые технологии для Волговятского региона. Конечно, мы, в воле случая так уж получилось, что мы находимся в Чебоксарах. И у нас сотрудники тоже из Чебоксара. Большинство из Чебоксара есть приезжие? Большинство из Чебоксара есть приезжие. Мало очень приезжих, но основной состав – это ребята из Чебоксара, конечно. Это здорово, что еще трудоустраиваются здесь. Естественно, это раз. А во-вторых, естественно, у них есть друзья, знакомые. Естественно, мы знаем… Общаются тоже. Да, естественно, конечно, мы и работали, и будем работать на город, и тут, и на республику. А какие больные могут к вам обратиться? То есть, есть какие-то ограничения? Ограничения больших, по большому счету, нет. Желающие попасть к нам, они имеют свободный доступ по большому. Попасть к нам… Ну, каким образом? Я могу попасть, прийти, проверить свое зрение, потом как-то… Вы можете спокойно попасть, никаких вопросов. Как проходит процесс? Вот что я должна обратиться сначала? Записаться как-то на прием? Мы стараемся, в принципе, если человек уже приходит, мы стараемся принять его даже в этот день. Можем спокойно мы… Через нас может пройти в день до 200 человек через нашу диагностику. Обычно средняя скорость где-то порядка 100, 120, где-то 100, вот такие. Ну, обычно, для того, чтобы, допустим, приехать к нам, есть два вида помощи. Есть платные и бесплатные приемы. Бесплатный прием такой… Вы можете обратиться к врачу по месту жительства, получить номерное направление, и все, и мы уже принимаем. Это по линии обязательного медицинского страхования. Да, вот как раз хотела уточнить. Вы можете спокойненько прийти, мы обязаны просто принять это. То есть, сначала даже на по месту прописки, получить направление, потом уже обратиться в клинику с этим направлением. Да, 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 уже приходите, мы просто обязаны и должны это принять. Такой же клинический… А по высокотехнологичной помощи как там проходят? По высокотехнологичной помощи там у нас, в общем-то, направления идут обычно со всех регионов, потому что нам дают ограниченное количество квот, дает Минздрав Российской Федерации. Поэтому там уже распределяем и по республике даем, определяется какое-то количество и по другим регионам, особенно Волговецкие регионы должны быть. В этом году Минздрав Чуваша еще нам дал довольно большое количество еще по обязательным медицинскому страхованию. Действительно, фонд Модисин, вот с благодарностью можем сказать… То есть, возможность бесплатно получиться? Да, 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 мы увеличили количество. Ведь все зависит от того, насколько будет в фонде обязательное медицинское страхование денег и квот. Если у них достаточно, мы готовы открыть эти двери и бесплатно лечить, потому что мы были созданы, по большому счету, для лечения и создания условий для бесплатной медицинской помощи. Но есть, конечно, операции, которые никогда не входили в систему бесплатной помощи. Так называемые косметические операции – это снятие очков. Потому что снятие очков – это уже относится к категории косметических. Вы хотите, да, человек видит, может жить в очках, и это его право – хочет в очках, хочет без очков. Он сам, потому что он человек работоспособен. Но, правда, есть ограничения по профессиональной деятельности в очках. Они не все могут жить… Ну, заниматься своей любимой работой. То есть летчики, водители, там есть ограничения, конечно, да. Ну, вот это самое. А так стараемся, конечно, как можно больше пропустить бесплатно. С момента возникновения филиала прошло уже немало времени. Новые методики, новые технологии применялись, врачи, наверное, уже поменялись, да. Оказывается, какие перспективы развития в терминологической помощи, и какие направления будете развивать в дальнейшем, в первую очередь? Ну, у нас они уже забиты, есть уже направления по кандидатским, докторским диссертациям, они уже работают, и направлений, конечно, достаточно много. Они, во-первых, имеют несколько направлений, это усверженство нехирургической техники, есть моменты. И, конечно, мы углубляемся сейчас уже в работу не на уровне просто какой-то ткани, или само просто, мы уже внедряемся на более глубокий уровень операций. Ведь и на будущее мы сейчас работаем, допустим, на уровне какой-то ткани, на уровне какого-то органа, на уровне, допустим, радужки, катаракты, то есть помутнение стекловидного тела или помутнение хрусталика. А дальше идут уже работы, которые требуют уже более тонких вмешательств. Это уровень уже, допустим, клеточный уровень, молекулярный уровень, а дальше уже генный уровень. И, вероятнее всего, будут работать по этим направлениям. Когда уже на уровне клеток люди будут уже делать какие-то манипуляции, операции. То есть запрограммировать заранее, чтобы зрение было... Программировать заранее, а есть заболевания, которые... Предотвратить можно. Да, которые можно предотвратить, либо изменить клеточный какой-то состав, и достаточно это сделать. По крайней мере, работа, если говорить о хирургической технике, то это микроинвазивные операции. Операции, которые... Минимально щерпанными. Да, то есть с малыми разрезами. Мы сейчас уже делаем операции, которые делаются с помощью какого-то прокола просто. Даже швы не накладываем. Катаракту, витриальную хирургию. Если раньше катаракту делали через разрез, там полглаза разрезали, то мы делаем через разрез 2 мм, и все, и даже не накладываем никакого шва. Или, допустим, кровоизлияние в стекловидное тело. То есть раньше это была какой-то катастрофой. Это, в общем-то, беда была, если больной попадал в такой ситуации. Результат нам всегда тоже был непредсказуем. А теперь мы операции настолько усовершенствовали, что делаем маленький прокол. Ну, представляете, 0,5 мм разреза, прокол, и делаем операцию, и все, уходим спокойненько. Вот направление. И восстановление, наверное, быстрее. И восстановление. Реабилитация пациентов, в общем-то, совершенно другая. Если у нас, допустим, после катарактальной хирургии, после катаракта больной лежал где-то 7-10 дней, то теперь у нас уже это амбулаторная хирургия. То есть мы можем держать его, можем не держать, можем отправить домой. Но обычно держим 1-2 дня, если это Чебоксарский. А остальные, ну, если из Камчатки или из Коми, то, конечно, стараемся дня 3-4 продержать, понаблюдать за ним. Потом только уже выписываем. Все больше зависит от того, от просто периода наблюдения. Так большой необходимости держать пациента уже нет. Ну, подробнее об операциях мы поговорим в следующей программе. Николай Петрович, что Вы можете сказать нашим жителям, обратиться к ним, когда нужно прийти к Вам за помощью? Когда почувствовать вот тот момент и прийти? Ну, наверное, я обращусь просто как доктор, не только как офтальмохирург. Есть вот на Западе люди как-то, они малейшие пик и сразу бегут к своему доктору, стараются обратиться. Дорогие мои, если где-то появился какой-то вопрос или непонятная ситуация с глазом, или даже вот любая другая какая-то причина по поводу другого заболевания, пусть это будет терапевтический профиль или какой-то другой профиль, не надо сниснуться. Надо просто приходить к своему доктору и обратиться, и пожаловаться. Потому что лучше предотвратить зачастую болезнь, чем потом уже догонять поезд, который уже ушел. Поэтому обращайтесь к своим докторам как можно раньше, не бойтесь их. Они добрые, хорошие, я Вас уверяю. Что ж, на этом наша программа подошла к концу. Николай Петрович, спасибо Вам за беседу, приходите к нам еще. А я напоминаю, что в эфире была программа «Время здоровья». У нас в гостях был доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, Чувашской Республики и Республики Морел, Паштаев Николай Петрович. Николай Петрович, до свидания еще раз. До свидания, спасибо. А Вам я желаю крепкого здоровья и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова